Меньше чем через 4 месяца состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого законодательного собрания. Но избирательная кампания уже фактически идет, по крайней мере у «Единой России», у которой проходит предварительное голосование. Кто пойдет от партии на выборы, решают жители Алтайского края. Праймерис начались 24 мая, а 30 числа можно будет проголосовать на избирательных участках. О том, как политики борются за право идти на выборы от «Единой России», говорим с руководителем регионального исполкома партии, председателем Краевого комитета КЗС Денисом Голобородько. Денис Александрович, здравствуйте. Голосование уже проходит в онлайне, правда? Вы уже отдали свой голос или пойдете голосовать на участок в воскресенье? Да, у нас голосование уже началось с 24 мая. Всю неделю будет идти голосование на сайте предварительного голосования pgr.ru, и уже 84 тысячи жителей проголосовало. Точнее, я так скажу, они выразили свое намерение проголосовать, зарегистрировались на сайте, а 36 тысяч жителей уже проголосовали, и, соответственно, мы получили их волеизъявление. Если же говорить о самой процедуре предварительного голосования, вот вы правильно сказали, для нас уже, по сути-то, избирательная кампания стартовала, и все наши кандидаты находятся в таком режиме. И, конечно же, все эти люди, которые в электронном формате проголосовали, ну, как мы считаем, как мы видим, это как раз плод деятельности работы наших кандидатов, которые привлекают своих сторонников. Что касается вас, вы уже проголосовали или пойдете в воскресенье? Я уже проголосовал в первый день, протестировал новую для нас систему работы, потому что в 2016 году, когда у нас проходило предварительное голосование, оно было в традиционном формате, на избирательных участках. Сейчас у нас смешанная система, электронное голосование, и традиционный формат тоже будет 30 мая. И как вам удобно? Это очень удобный формат, я вот просто думаю, даже если смотреть появки определенные, да, если мы смотрим 80 тысяч с лишним выборщиков, это там более 5%, практически 6%, кто уже там, ну, так или иначе, возможно, там планирует принять участие. Если мы вспомним, там, 2016 год, у нас более 6% проголосовало на избирательных участках, я думаю, что с помощью как раз процедуры электронного предварительного голосования очень удобной. В любое время, в течение недели вы можете выбрать для себя минутку, чтобы зайти на сайт, проголосовать. Важно, что это делается через портал государственных услуг, то есть авторизация происходит, соответственно, и защита данных. Кроме того, это с точки зрения новых технологий, я думаю, будущее всего избирательного процесса в стране. В скором времени, я уверен, что и мы будем голосовать на обычных выборах в электронном формате. А в плане голосования в электронном формате сейчас Алтайский край как выглядит по сравнению с другими регионами? Мы достойно выглядим по сравнению с другими регионами. Есть регионы-лидеры, у кого побольше идет электронное предварительное голосование, такая у нас информация есть, да, там, это Красноярск, Новосибирская область. Но я хотел бы отметить, что мы в числе двух регионов в Сибирском федеральном округе, которые проводят еще и голосование оффлайн на избирательных участках. То есть это Иркутская область, Алтайский край. И, конечно же, да, мы ожидаем, что жители многие, которые, возможно, бы, если был только один вариант голосования, проголосовали электронно. Но сегодня у них есть возможность в обычном для себя формате привычном, да, никуда там, как говорится, не заходя на сайт. Ну, есть интернет-грамотность тема, интернет-доступность и, соответственно, просто удобство для человека привычного формата. Я уверен, что 30 мая они придут, и у нас цифры сравняются. А не проводилось исследование? Люди доверяют электронному формату голосования? Ну, я думаю, тут исследования излишне проводить не стоит, да, мы видим это просто по цифрам. Какие-то исследования дополнительные, социологические и так далее, не проводились. Но по тем опросам, по той реакции, которую мы ведем, по тем отзывам кандидатов, к которым мы поступаем, многие доверяют этой процедуре, ее выбирают и считают ее более удобной. Конечно, некоторые считают, что лучше проголосовать в традиционном формате. Но для того, чтобы не было сомнений, во-первых, разделены ключи шифрования на федеральном уровне. Есть идентификатор голоса на сайте, и каждый может проверить, а был ли учтен его голос, и как он был учтен. То есть уже после голосования. То есть это возможно, тут с точки зрения степени защиты вашего голоса все проработано в партии. Вы говорили, что на предварительное голосование заявилось больше кандидатов, чем в 2016 году. Насколько больше, и как вы это можете объяснить? Да, действительно, мы увидели повышенный интерес к процедуре. То есть 480 заявлений в целом на предварительное голосование к нам поступило. 438 человек было зарегистрировано на предварительное голосование. Это 93 в Государственную Думу, а в 2016 году это было в районе 40 человек. И, соответственно, 345 в Краевое законодательное собрание. Около 280 у нас показатель был в 2016 году. То есть практически АКЗС это 25%, Государственная Дума плюс 50% участников. Почему так произошло? Ну, во-первых, в 2016 году это была первая процедура предварительного голосования в таком открытом формате, когда любой гражданин мог проголосовать. И любой гражданин мог в качестве кандидата поучаствовать. Беспартийный, соответственно, представитель другой партии, который вышел. То есть любые категории принимали участие. Сейчас увидели в том числе примеры, когда те кандидаты, которые выдвигались, прошли эту процедуру, стали депутатами, представляют интересы жителей. И многие, ну, я считаю, воодушевились этой технологией, к примеру. Они сейчас принимают участие. Плюс, ну, давайте скажем прямо, интерес со стороны жителей и общественников, заслуженных деятелей к партии «Единая Россия», он сегодня намного выше. И мы процедуру предварительного голосования проводим для того, чтобы как раз позволить не просто в кабинете определить, кто пойдет от нас на выбор, а чтобы жители именно определили, а кандидаты могли с друг другом в конкурентных, честных условиях посоревноваться. Ну, то есть такая процедура для нас, она приоритетная, и я уверен, с помощью нее мы сможем самых достойных выбрать. Ну, и получается, люди посмотрели прозрачность самого процесса и решили, что почему нет? Ну да, конечно, многие критикуют, что это еще одни выборы в преддверии выборов, и, конечно же, накладные для нас процессы в организационном плане, но он оправдывает себя. Повторюсь, во-первых, у нас много членов партии, более 30 тысяч сторонников, более 25, 40% участвуют в предварительном голосовании, вообще беспартийные граждане. И, конечно же, в этой ситуации мы должны всем дать эту возможность, потому что, ну, нельзя отталкивать наших сторонников, членов партии, заслушанных представителей различных профессиональных сообществ, которые приняли решение и хотят себя попробовать в работе депутатского корпуса представлять интересы жителей. Мы эту площадку им предоставляем. И мы не просто, как я уже говорил, в кабинете принимаем решение, а в конкурентной такой процедуре. Кто они, эти участники предварительного голосования? Много ли новых лиц? Много новых лиц у нас. Как я считаю, интересные профессиональные сообщества. Ну, наверное, в силу того времени, которое сложилось, эпидемиологической обстановки, то есть ситуация с коронавирусной инфекцией, все знают про акцию «Мы вместе», которая на территории Алтайского края по помощи гражданам и медицинским организациям реализовывалась. И вот те сообщества, которые принимали в ней участие, тоже многие выдвинули своих кандидатов. Это и волонтеры-медики, и волонтеры Победы, и общероссийский народный фронт, то есть молодая гвардия Редины России, молодежный парламент Алтайского края, молодежное правительство. То есть это молодежные организации. Есть у нас профессиональные сообщества, которые выдвигают своих представителей. Например, если продолжая эту тему, медицинское сообщество, очень широкое представительство кандидатов. Мы, если честно, такого не ожидали. И начиная от главных врачей от центральных районных больниц и заканчивая руководителями федеральных центров. Ну, я вот просто несколько примеров приведу. Там ВОК Александр Александрович, главный врач Михайловской ЦРБ. Главный врач Родинской ЦРБ Сергеев принимает участие, Сергей Иванович. Соответственно, у нас принимают участие, например, главный врач Змейногорской ЦРБ. Это ковидный госпиталь, всем известный в силу той ситуации, которая сложилась в Змейногорске, Долженко Елена Павловна. Ну и федеральные центры, да, это руководитель онкологического центра, федерального центра травматологии Пелеганчук Владимир Алексеевич. У нас, например, поликлиника 14-я принимает участие Дмитрий Денисов. То есть, ну, большое такое представительство потенциально, помимо тех участников предварительного голосования, которые уже работают в Комитете по здравоохранению, да, там и Лазарев Александр Федорович, и Солнцева Ирина Валентина, и Якушев Николай Николаевич. То есть, ну, представительство такое интересов здравоохранения в нынешнем созыве будет. Ну и, конечно же, у нас сохраняются представители промышленности. Это, например, Шамков Артем Юрьевич, участник федерального полистартапа, и в Государственную Думу себя пробует, и в законодательное собрание повторно переизбраться. Есть у нас и Прип Сергей Николаевич, руководитель фракции, Смагин Вадим Петрович. То есть, все представители представлены. Сфера сельского хозяйства – Демин Александр Александрович, Серов Сергей Николаевич, это те, кто уже был. Или, например, новые представители – это Бес Петр Агустович, фирма «Брюки», я думаю, тоже известная на территории Алтайского края, с немецкого района. То есть, достаточно разные сферы, достаточно разные разноплановые участники. Я уверен, это нам позволит как раз определить самых достойных. А еще какая-то категория кандидатов увеличилась так же, как медицинская? Нет, медицинская – это самая большая категория, да, на втором месте, наверное, это общественно-волонтерская, да, в силу той же ситуации с пандемией. А так, в принципе, есть представительство. И образование, например, да, ну, я тоже, наверное, считаю, что здесь мы усилились с точки зрения участия в предварительном голосовании ректоров технического университета, Маркова Андрея Михайловича, Бочарова Сергея Николаевича, Алтайский госуниверситет. Есть у нас и директора школ, там, Цепенко Наталья Владимировна, да, которая является депутатом, она директор школы, другие директора школ принимают участие, представители колледжей. Поэтому, ну, сферы все представлены максимально, да, но вот такие самые массовые, да, это сфера здравоохранения оказалась в этот раз, и волонтерство общественности. В общем, все от актуальности зависит. Да, требование времени. Как проходит агитация на предварительном голосовании? Расскажите. Агитация на предварительном голосовании происходит, ну, достаточно объемном формате, может проводиться, да, это и агитационный печатный материал, и аудиовизуальный агитационный материал. То есть, в принципе-то, она проводится в таком же формате, как и обычная избирательная кампания. Я уверен, многие видели билборды некоторых кандидатов, да, кто-то листовки какие-то распространяет, газеты информационные. То есть, каждый кандидат избирает стратегию агитации самостоятельно. И то есть, здесь для нас это поле для деятельности кандидатов. То есть, у партии предоставляют площадку для того, чтобы кандидаты могли себя проявить, а они уже привлекают и избирателей, ну, и формируют дополнительно свой имидж в преддверии избирательной кампании. Ну, агитация идет, нарушений каких-либо особо нет. Мы видим тоже тренд в агитацию в сети интернет. Вот там самый большой объем и материалов. Это близко к населению на сегодняшний день. Это относительно дешево, я уверен. И, соответственно, это самый такой распространенный инструмент. Фаворитов вы же можете каких-то выделить? Ну, я как член организационного комитета точно не могу и не должен выделять каких-то фаворитов. И вообще позиции федерального руководства и регионального руководства партии. Это то, что у нас те, кто одержат победу на предварительном голосовании, и будут потенциально выдвигаться в краевое законодательное собрание. Но, конечно, если не возникнет каких-то форс-мажорных обстоятельств, трудоустройство в другое место работы, изменение жизненных обстоятельств. То есть это тоже бывает. Мы это видели. В 2016 году там проходит полтора месяца между процедурой предварительного голосования и выдвижением кандидатов. Конечно, все может произойти. Но наша позиция, она следующая. Что кто побеждает в предварительном голосовании, он и выдвигается. Фавориты? Ну, наверное, конечно, мы видим в СМИ, многие выделяют тех фаворитов, которые есть в списках. Это либо действующие депутаты, либо видные общественники, либо руководители каких-либо региональных или федеральных учреждений, что вполне логично. Понятно, в силу их статуса в рамках работы в той или иной сфере, в профессиональном сообществе, их, наверное, можно называть фаворитами. Но если они, так скажем, не отработают тоже избирательную кампанию в рамках предварительного голосования, так скажем, то может случиться так, что выберутся и другие кандидаты. И такие примеры в 2016 году у нас были. То есть сюрпризы на праве Мирис возможны? Они возможны, и 2016 год это доказал. По вашему мнению, насколько изменится состав АКЗС после осени? Сложно судить. Вот вопрос в целом или нашей фракции, Единая Россия? Давайте по вашей фракции. Ну, по нашей фракции, как я уже говорил, все решит предварительное голосование. Но мы уже видим ряд коллег, которые не заявились на предварительное голосование. Поэтому, ну, потенциально, я думаю, состав фракции может обновиться на треть. То есть более 30%. Конечно же, предварительное голосование покажет. А в целом ЗАГС собрание, ну, с учетом того, что, ну, наверное, в других фракциях более кардинально происходит изменение порой, может до 40-50% и обновиться. Но это такой прогноз максимальный. Ну, я думаю, что обновление в любом случае будет. По крайней мере, мы настроены на него. И 31 мая мы узнаем, кто будет представлять Единую Россию на выборах Госдумы и КЗС? Ну, безусловно, наша задача стоит в том, чтобы мы могли успеть посчитаться за ночь с 30-го на 31-е, свести результаты электронного предварительного голосования и очного голосования, получить все протоколы с избирательных комиссий, здесь их сверить. Конечно же, мы настроены на то, что 31 мая мы озвучим победителей предварительного голосования. В дальнейшем в списке победителей будут направлены на утверждение федеральные органы партии, но уже непосредственно на конференции регионального отделения партии по выдвижению кандидатов. В середине июля вы узнаете действительно, кто уже пойдет на выбор от Единой России. Спасибо большое, Денис Александрович. Спасибо вам. Мы говорили о том, чего ждать и к чему готовиться в эту выборную кампанию. До встречи.